Дай почитать. К сожалению, в этой книге практически ничего нет про литературоведение, а есть исповедь о субъективном прочтении понравившихся автору книг и о жизни самого Николая Жариного, который в детстве взрывает петарды, потом пьет алкогольные напитки на даче, неудачно женится, страдает, скучно работает, выслушивает постоянные поучения начальника, разводится, наконец, находит любимую женщину, и она дарит ему исполнение мечты – полет на истребителе. В предисловии автор предупредил, что в книге не будет никаких больших литературоведческих анализов, ведь в них смысла после книг Бахтина, Лотман, Дунаева, Набокова и других нет. Это история о том, как искусство переплетается с жизнью. Для автора настоящая книга – это живой организм, она живет и развивается во времени и в разном возрасте. На одни и те же слова смотришь по-разному. И еще великих писателей помнят, а чтецов не знает никто. Но ведь чтение – это тоже огромная работа над собой, это отдельный вид искусства. Но был период в жизни нашего литературоведа, когда он на время забросил художественную литературу. Дело в том, что он работал в правительственном средстве массовой информации, работа была нудной и однообразной. Начальник ругается, а герой не слушает начальника, он размышляет о прочитанном, о жизни, прислушивается к своим ощущениям и состояниям. И все это в перемешку с огромными цитатами из Достоевского, Кундеры, Гюго, Бунина, Маяковского. И все это поместилось на 140 страницах. Не буду лукавить, но в значительной степени книга вызвала у меня желание после прочтения понять, а, собственно, на что я потратила два часа времени. Нет, в целом любопытно. Понятно, как это все сделано и для чего, но, к сожалению, мысль, что ничего в моем читательско-литературовеческом опыте не изменилось после исповеди Николая Жариного, даже как-то огорчило. А ведь идея хорошая – показать нерасторжимую связь с жизнью и литературой. Помните, как писал Вячеслав Пьецух? У нас куда жизнь, туда и литература. У нас по жизненному пишут и по литературному или по письменному живут. Но Николай Жаринов ищет ответы на сложные жизненные вопросы в книгах и увлеченно эти книги читает. Предлагает и нам вместе с ним перечитать их. Так почему бы и нет? 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok